о здорово привет какими-то лучше отлично кроссфорда разгадываю здесь 4 лет и сегодня хотите послушать вопрос таки давай но слушай низкорослый убийца правитель нашего времени который узурпировал власть 5 букв путин привет здравствуй какими судьбами все туалетки скучно просто очень давно не сгорел себя не решил посмотреть что тут у нас изменилось что-нибудь понятно ну и как изменилось ну вроде бы да где докладу больше стол понятно я кроссфорда сегодня разгадываю здесь 4 лет и хотите вопрос послушать то почему но ты мне кажется ты старше чем я что-то ну типа старше чем я и ко мне на ты а вы имеете то что вы хотите чтобы я комнаты обращался ну да ну пожалуйста вопрос хотите послушать кроссфорд значит так низкорослый убийца правитель нашего времени который узурпировал власть пять букв на такие вопросы не смогу ответить не но второй вопрос а такой второй сможешь во всем мире этих воинов героев помнят благодарят и поддерживают старости а в россии только один день их носят на палках четыре буквы последние и можно еще раз во всем мире этих воинов героев помнят благодарят и поддерживают в старости а в россии только один день их носят на палках четыре буквы последние и носит на палках нет не знаю нет на что есть ответ ну конечно есть ну сейчас давайте 3 3 задам вопрос может быть из третьего вопроса вы поймете какой второй в этих головах до сих пор то что также используется для зачерпывания небольшого количества сыпучих тел для сбора мусора и при подметании 5 букв 1 с серьезно то есть меня не на один из трех этих вопросов ты не знаешь ответа да ты не можешь ответить мне кажется это настолько понятно настолько просто ответить на это ну для меня это непонятно я немножко в другой сфере о как сказать не сфере ну не знаю как объяснить короче применять и как бы непонятная ситуация а я когда составлял эти кроссворды думал что я их составляют для довольно примитивного мышления то есть мне казалось что каждый человек поймет о чем речь идет а ты чего вообще тут просто кроссворды типа загадываешь но сегодня кроссворды по-разному бывает бывает общаюсь бывают просвещаю кого-то бывает спорю по-разному записываешь ты да где на ю тубе да ну да ну ты чего уж такой не стабильный запрещенки много будет прилетать почему ну потому что это неконтролируем то что люди разные попадаются это может позволить запрещенку сказать ну вот смотри в россии сегодня очень много людей боятся говорить вообще боятся говорить на любые уже темы если раньше это были какие-то темы табу две-три темы какие-то да то сегодня с каждым днем этих тем становится все больше и больше люди из других стран они говорят на любые темы открыто свободно и ничего не боятся а в россии сегодня люди боятся все больше и больше как тебе кажется почему это происходит почему это происходит да потому что во первых в нашей стране много чего позволено много чего позволено людям которые скажем так не то что чего-то добились много в жизни или что-то в этом роде которые научились выживать в этой стране и накапливать какие-то финансы высокие и много чего позволено то есть знаешь вот в москве у кого где но немного денег много денег не бывает у кого кто при деньгах скажем так вот ему знаешь вот например ему надо вот магазин зайти а перед магазином нельзя парковаться ну можно парковаться там через метров 500 там чуть подальше ну проще предмагазин парковаться и отдать штраф чем проехать туда и парковаться там по правилам и как тут тоже а какое-то отношение имеет к тому вопросу который я задал вот ну то есть когда много всего всего позволено людям стоящие выше то естественно другие люди в которых которых не устраивает и которые хотят об этом говорить они не смогут никак не об этом начать разговаривать потому что их сразу прижмут а почему в других странах не прижимают там же тоже есть парковки там тоже есть машины тоже если у них других странах по-другому люди живут в этом отношении другое там не то что отношение другое народу у народу внутри народа вообще просто государству к людям у нас ансионеры нас пенсионеры живут на копейки влезть хорошо как вам кажется отношение народа к власти в других странах другое или такой же как в россии вот у народа к власти ник у него власти к народу а наоборот у народа к власти я думаю это блин зависит очень сильно зависит какое у власти к народу такое же будет и у народа к власти отношений если если у нас в россии сколько там 11000 прожиточный минимум он давайте вам кого-нибудь из политиков возьмем чтобы он прожил на 11000 вот эти вот блять от месяц посмотрим чё он на макаронах будет этих жить не будет он жить на макаронах скажет и поэтому я другого другого класса человек я привык к роскоши вот чё он скажет что не будет жить на 11 хорошо а почему тогда народ позволяет этой власти делать 11000 прожиточный минимум того что уже всем плохо а вам никогда что он не кажется что именно потому что всем именно так именно поэтому такая власть в россии и такая жизнь россии то есть не власть виновата а наоборот народ виноват то есть отношение народа к власти и то что народ позволяет этой власти делать и является тем что люди в россии живут плохо то есть вы хотите сказать если бы в другом государстве не в нашем народ народ был бы на то как ним относится государство то их государство тоже бы начала относиться также как наши государства кром нет вы неправильно эту цепочку логическую ставите если бы в других странах развитых государство начало относиться к народу так как относится российское государство к своему народу то этот народ поменял бы это государство понимаете народ бы не стал бы терпеть и не стал бы там ждать или чего-то там говорить о том что мы можем сказать или не можем вот смотрите даже взять соединенные штаты это такая сда символ демократии и там у полиции очень много прав сейчас делается реформа но у полиции очень много они стрелять могут на поражение и все да но помните что было из-за одного человека чернокожего полицейский убил одного чернокожего и что начало происходить в америке и люди не думали о том что там власть как она себя будет вести они чувствовали что их права как каким-то образом ущемляют они почувствовали какой-то какую-то несправедливость и вышли или например украину возьмите студенты вышли на улицу их полиция дубинками избила и вышел весь майдан на улицу это когда народ требует от власти к себе нормального отношения ну блин знаете тут ситуация да ну может быть вы в каком-то мере правы то что мы сами себе позволяем такое так к себе относиться здесь есть долю правду но то что мы об этом своем поговорим ни хера ничего не изменится этот мир уже себя как бы это просрал нам только можно дожить свой век но ничего уже не изменит то есть россия все на ней можно поставить крест получается вот посмотрите вот можете даже посмотреть если найдете конечно сайт официальный сайт машина на 100 mercedes 20 лет назад ценник в другой стране в любой другой стране 20 лет назад и сейчас посмотреть разницу насколько вырос ну естественно там то есть как бы со временем все дорожает и так далее посмотреть насколько выросла насколько вырос ценник за 20 лет другому старте посмотреть насколько вырос этот ценник нашим государств там будет понятно то что это настолько настолько высокая эта разница то что россия сама себя уничтожит вот и все и народ тут уже ничего не поменяешь нельзя нельзя вот как бы изменить людей от которые выше нас в сторону которые вот ну не сказать что я не сказал что управляет нами вот а люди которые в главе считается вот ну то есть во главе нашего народа там как-то их изменить изменить их принципы нормы то есть человеческое вот это вот отношение как это к окружающим никак не изменишь им их все устраивает у них бабки есть у них все как бы и ничего не надо а то что ценник там дорожает там макароны то есть грубо говоря макарона там гречка крупа дорожает мясо дорожает рыба дорожает санкции санкции а где деньги брать прошу прощения даже та же самая нефти даже самый бензин другой стране проще дешевле заправиться чем в нашей стране хотя мы добываем нефть вот если бы не разрушались те заводы которые вот давали ту прибыль государственные вот эти заводы которые давали ту прибыль государству если бы это не разрушалось то есть изначально вот я понимаю то что государство нужно тоже откуда деньги брать чтобы строиться там как-то развиваться развитие такого такого особо и нет то есть у нас кризис заключается в том что у нас денег не откуда не откуда добрать поэтому вы берут их просто с людей закона поднимают так было испокон веков когда нужны деньги эти деньги вну испокон веков в россии имею ввиду ну что власть понимает что народ ей ничего никогда не сделает и народ позволяет власти делать то что она делает а власть будет делать еще больше еще хуже ровно до того момента пока народ позволяет ей это делать мы чего начали к тому и пришли понятно хорошо если есть вопросы отвечу с удовольствием нет побегу дальше но вы как считаете вот как с вашей точки зрения что может поменять или поменяется или вообще вот какие ваши прогнозы мои продажи мои прогнозы есть ли в россии вот ничего не будет кардинально меняться внутри то ее ждет а распад на какие-то части потому что постепенно разные регионы в россии начнут понимать что зачем нам кормить москву когда мы можем жить лучше как было советском союзе пришел дошли до точки где уже никто ничего ничего не мог сделать а б для того чтобы россии сюда спасти нужно внешнее управление на какое-то время тогда можно что-то изменить к сожалению сегодня в россии все что можно было демократическое разрушается и либеральная вот в россии слово либерал сегодня это оскорбление вот здесь общаюсь с людьми для них слова либерал это оскорбление а люди многие даже не понимают что это такое а либеральная часть общества она необходима любой стране потому что это та часть общества которая создает новое чем отличается консерватизм от от либеральных людей тем что либеральные люди они всегда смотрят в будущее они хотят что-то новое что-то создавать что-то делать а консерваторы их всегда сдерживают то что это у нас и так все продается у нас так все нормально у нас есть вот эти заводы пусть работает ну тогда вы будете отставать от других стран получается а сегодня россия весь либерализм просто уничтожает сегодня все люди которые даже те путь которые поддерживают навального к навальному могут быть разные отношения и разные вопросы но есть часть общества которые его поддерживают именно тех людей которые способны мыслить и что-то менять стране а команда власти команда путина сегодня этих людей называет экстремистами и террористами и что происходит в россии происходит в принципе то же самое что было когда-то и царской россии вы передать советском союзе умы уезжают дураки остаются и через какое-то время шариков и начинают править страной а это все ведет к распаду как-то так вот этот фраза то что тоже в голове я прокрутилась одна вспомнилась одна эта история то что вы сказали то что умы уезжают дураки типа остаются вот это тоже как бы тоже очень сильно влияет но я немножко друг я немножко другую чем сейчас то что у нас люди вот которые чего-то открывают чего-то новое что-то новое пытается добавить в наши это те же самые технологии нашу страну вот их просто не видят и они уезжают другие страны и делают это там там таких людей встречают то есть спокойно то есть ну так и там такие люди нужны а здесь не нужны так и есть вот я сегодня вот вы знаете вы сегодня если посмотрите государственная дума россии вот в чем разница например государства дума россии да и соединенные штаты америки до парламент скажем да или сенат вот в чем такая принципиальная раз разница в том что в америке сидят там же и там и там люди довольно такого преклонного возраста да но там есть часть общества которые либеральных взглядов и часть общества которые консервативных взглядов и вот они на этом балансе выстраивают страну ты не можешь какую-то часть общества отбросить и сказать мы в это будем сами стоит не получится демократия может быть это не самое совершенное но никто ничего лучшего не придумал а в россии вы посмотрите на эти лица которые сидят в государственной думе это все люди примерно одинакового мышления с одинаковым сам совком в голове нет людей которые могут каким-то образом кардинально влиять на на власть сегодня внутри государственной думы там все сидит путин он говорит и все ему кивают головой и дошло дело до того что вот он выступал сейчас на на параде победы да и говорил о том что он говорил только советском союзе что вот всю войну выиграл он замалчивая и скрывая черные страницы истории советского союза и замалчивая помощь и большой вклад остальных в это дело я не говорю уже о союзе как там антигитлерской коалиции там сша да и там франция англия тоже а я буду даже ближайшие страны как украина например да или беларусь или грузия все страны вот все сегодня сегодняшний страны которые находятся вне россии они все боролись с гитлером и все это помню и вот начале разговора я загадывал кроссфорда я вам просто отвечу на второй вопрос во всем мире этих воинов героев помнят благодарят и поддерживают старости а в россии только один день их носят на палках четыре буквы последние это деды потому что не может быть какой-то праздник когда столько миллионов жизней было потеряно во всем мире это день скорби это день каких-то воспоминаний но это никак не праздник он не может быть праздником поэтому сегодняшнем мире вот странно если вы смотрите читайте историю все страны историю показывают вот одинаково как бы на самом деле здесь были черные страницы здесь были белые да вот здесь мы были не правы в чем-то здесь были правы а у россии получается все что она не делала за всю историю она всегда все делала правильно и вот это самое печальное самое ужасное что сегодня есть в стране именно от этого и строится все остальное настоящее и будущее страны потому что россия не признает своих ошибок россия не благодарит и неблагодарна другим которые в свое время и помогал ей и поддерживал и до сих пор некоторые страны помогают россии сегодня она свое время даже спасибо не хочет сказать и это печально ну это печально будем доживать свой век да хорошо надеюсь что у нас не постучится никто за границей как он смыть и постучится ну в плане того что не будет войны очередной или что-то в этом роде никто не хочет воевать россии больше того все хотели чтобы россия был час интегрированного то есть интегрировалась в мировой порядок когда холодная война закончилась да и советский союз проиграл эту войну ты советский признал да мы проиграли и соединенных штатах не стали захватывать россию да а наоборот рискали хорошо идемте к нам наш мир мы вам покажем что такое западный мир мы вас вам откроем банки мы расскажем что такое экономика мировая мы вам покажем что такое технологии настоящие мы вам покажем что такое демократия что такое либерализм мы вам покажем что такое разные люди с разными взглядами и при этом они живут мирно и достойно в странах и россия говорил да хорошо и путин свое время в 2000 года говорили мы тоже хотим в нато в нато все страны не берут сразу то есть ты должен сделать какие-то шаги для того чтобы быть в нато и вот когда россия все получила она все ценности западные себе взяла она научилась что такое демократия то есть как научиться путин и его окружение не все прекрасно понимают они все прекрасно знают но власть отдать не хотят и вот отсюда самая большая проблема сегодня в россии потому что путин и его команда захватили власть в стране узурпировали это возвращаясь к первому вопросу моего кроссворда который я вам загадывал низкорослый убийца именно поэтому происходит то что происходит сегодня в россии и к сожалению к сожалению ничего хорошего пока в россии не предвидится все будет так хуже и хуже да именно так я думаю многие это понимают да но я здесь встречаю людей тех которые до сих пор еще кричат что нет что у меня был один диалог с одним человеком он не рассказывал что россия намного лучше чем сша и богаче и больницы там лучше и вообще чуть ли не все лучше но понимаете у нас богаче и лучше да да в россии предел первого кольца что если брать москва я так и говорю что москва это витрина россия вот как советский союз строился он строился он создавал какую-то витрину приезжали например люди из-за границы в советский союз их водили по каким-то местам вот так я не знаю вы смотрели когда ведь ролики на ю тубе северную корею вот если вы посмотрите разные ролики разных людей то вы будете видеть только все одно и то же одни и те же здания одни и те же памятники одни то есть их возят только по теме то это точная копия советского союза и поэтому когда человек приезжал из советского союза в любую развитую страну даже когда еще был советский союз то он просто у него голова взрывалась от того что он видел а когда первые делегацию советского союза этих политбюро да они ним они не верили в то что это мы завели например обычный супермаркет или еще куда ты казался тоже 1 мы так делаем начали не так делают понимаете а это все было не так советский союз поэтому распался потому что люди все равно прекрасно понимали представьте себе в советском союзе людям говорили у нас все самое лучшее у нас самая лучшая страна у нас самые лучшие продукты у нас сама вот все самое лучшее но люди все хотели итальянскую обувь они хотели даже там шариковую ручку это импортную они хотели даже ластик или резинку которая стирать тоже то пусть будет чешская или там джинсы то есть все прекрасно понимали что это лучше то есть знаете какой-то когнитивный диссонанс то есть им говорят что мы самые лучшие при этом они видят что вот лучше вот лучше вот лучше даже находясь внутри тоталитарной страны и поэтому распалась все хотят хотели видеть сразу давайте там жвачки магазины мы хотим как в америке все или как в западных странах германии например вот так а в россии сегодня за счет того что очень много скопированной с америки вот сегодня приезжаешь вот в россии находишься или приезжаешь в америку из россии и у нас так есть а и у нас так есть это не в россии так есть это в россии потому что сделали так как в сша как в германии и как других развитых странах они наоборот вот отключилась как-то так ребята добавить больше нечего друзья напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам всем желаю добра любви и счастья благополучия понимания и мы с вами скоро увидимся пока